Для амбриста приглашенная угощенная кампания 2017 года началась с уборки для новокультура, заготовки кормов, потому что в районе крупное животноводство 39 тысяч с катаконов, у парагаторов 120 тысяч свиней и 250 тысяч шкульев. Поэтому мы начали заготовку кормов. Законно сено из плана объема 22405 пунктов, заготовлено 18-270. Уже 2% плана объема сено. Самый высокий процент объема 113% у Завон-Узаровска, самый низкий процент у нас в Глядинске и Чудряково, 68% объема сено. Сенажа доехали 106%, из 143 574 фонда доехали 153 168 фонда. И с этих процентов село ненормально, больше 100%. Допустим, это было на бумаге объеме, и нам демок Силос готовил на два хозяйства. Это Завон-Узаровска, 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 Завон-Узаровска уже готовил 24 тысячи, где то есть у нас фон Силос это 50% плана. И Глядинск, она в основном не планировала Силос, но кеялась в грузы, ее использовала на осеннюю подкорку, и высоту фон Силоса они заготовили. Трудные погодные условия нынешней уборки вказались на уборке наших зерновых ульцов, поэтому незабор зерна составил 48 тысяч тонн в уровне прошлого года. Да и потери были большие, хотя хлеб был, мы сами на три месяца были осадки, и уборка совершилась уже по снегу, и снег падал два раза. Но, тем не менее, наши люди постараются убрать зерновых ульцов. Значит, на уборку зерновую культуру у нас было посеяно, из-за уборки было 99 тысяч 8 гектаров было посеяно зерновых ульцов. Убрали мы 91 тысячу 416 гектаров, не убрали, оставили под снег 8 тысяч 563 гектара. Это у нас не убрали сибиря, под их цифрой 9351 гектар подсосно не убрали. Вот два хозяйства, которые не убрали. Валовый сбор зернов составил в первоначальном приходном весе 73 тысячи тонн, 712 тонн зерна, 79 тысяч 28 тонн хоутин, сибиря, собрали в первоначальном весе 17, 194 тонны, глядинская, 166, 449, зау-назаровская, подсосинская, 9 тысяч 180 тонн, Урожайность в первоначальном приходном весе составила, если брать на площадь посевную, я считал, что я не его посевную и его уборочную. На уборочную площадь урожайность составила 30 центеров, 27 в Сибиряке, 19,1 в Гадинская, 2,31, 4, 5,6, 4, прошу прощения, на Назаровской, подсосной, 15,6. Если на уборочную площадь урожайность, то урожайность составила 27,6 в Сибиряке. Но весь мир оценивает сбор зерна в амбарном весе, поэтому у нас уже получилось в амбарном весе 21,7 в Сибиряке, 16, глядин, 29 в Назаровске, 13,2 в подсосной, по району 24 центера, уже в амбаре получилось. Рефакция составила по району 20,5%, 19,5 в Сибиряке, 16,2 в Гадинской, 21 в Назаровске, 17 в подсосной, по району 25 по району. В подружай будущего года спаха на зябе, 35,59 в Сибиряке, конечно, это 12,935 в Сибиряке, 6 в Глядинской, 12,100 в Назаровске, 1500 в подсосной. На подружай будущего года 18 в Сибиряке имеется у нас порог, 36,4 в Гадинской, 10,900 в Сибиряке, 270 в Гадинской, 22,30 в Назаровске, 713 в подсосной. Конечно, мы все понимаем, что погода, как сказал, свои коррективы. Но дело все в том, что у нас очень большая нагрузка на зерноуборочный комбайн. В прошлогодние гор, когда была хорошая погода, у них все хорошо обходилось, а когда начали коснулись и приклыли, потому что... Вот, смотрите, нагрузка на зерноуборочные комбайны. Я взял списочную, что чистоты инженерам каждый месяц. Сибиряк, 53 комбайна зерноуборочных, нагрузка 714 гектар, большая нагрузка. Глядинская, 11 комбайнов, 818 гектар. В Назаровске, значит, 183 комбайна у них, я имею в виду, они еще 4,20 века. У них нагрузка 245 гектар. И подсосная, у них по списку 15 комбайн стоит. 120 гектар нагрузка на комбайн. Там, видите, дело все в том, что в связи с банковством комбайнеры разбежались, и комбайны стояли под забором, и работало, что там делать 18-20 комбайн. Пройдем нагрузка 1319 гектар. То есть, надо думать о том, чтобы нам привлекать комбайны, но они комбайны работали, и комбайнеры. Вопрос кадров у нас стоит, и уже, я думаю, что надо думать. Строить жилье, где нагрузка большая на комбайн, строить жилье, привлекать к комбайнеру. Вопрос кадров. Значит, соединяем среднего. Продолжение следует...